Здравствуйте! На библейском портале «Экзогет» мы продолжаем беседы о книгах царств. Сегодня приступим ко второй книге. В ней мы продолжаем читать о деяниях и судьбе Давида. Книга начинается с того, что Давид узнает от беглого амаликитянина о гибели Саула, его сыновей. Известие это, как оно передано во второй книге царств, отличается от того, как событие гибели Саула описано в первой книге. Там мы читали, что Саул упал на свой меч, чтобы его не добили филистимляне. Во второй книге прибежавший амаликитянин докладывает Давиду, что по просьбе самого царя он убил его. Вот за это деяние, за то, что амаликитянин, враг чужой, покусился на жизнь царя, Давид велит умертвить этого вестника. Он сказал, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазрикой Господня. И далее плач Давида об убиенном царе. Саул преследовал Давида, как мы помним, преследовал и коварно, и настойчиво. Давид всячески спасался, но никогда не покушался на жизнь царя. Не потому, что так уж он любил Саула, но потому, что Давид всецело чтил и верил промыслу Божьему. И если царь помазан, значит, его особо священно. Он так в этом плаче, который типичный, так сказать, по своему тексту, такой деревне-восточный плач, так говорит. «Как пали сильные на брани, скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, потому что ведь и Иоаннафан погиб. Ты был очень долг для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Давид подчеркивает, что промысел Божий о царе над Израилем должен исполниться независимо от того, царь как человек угоден ли народу или сам по себе несет ли какие-то достоинства. Вот это избранничество Божье является основой для того, чтобы покориться и почитать царя. Сам Давид во всем, что касается его роли, так сказать, приначертанной ему Богом, всецело полагается на Господа. Он не предпринимает таких дерзких каких-то действий, как это делал Саул в свое время, а всегда попрошает Бога о том, как ему поступить. После плача о Сауле, Давид попросил Господа, говоря, «Идти ли мне в какой-либо из городов Иудинах?» То есть, принимать ли царство? «И сказал ему Господь, иди». «И сказал Давид, куда идти?» «И сказал Господь, в Хеврон». «И пошел туда Давид и обе жены его. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселился в городе Хевроне. И пришли мужи Иудины, и помазали там Давида на царство, на дом Иудином». И так над Южным царством стал править Давид. Однако с воцарением Давида мир и благополучие не наступили в Иудее. Над Израилем, Северным царством, военачальник Саула Авенир поставил царем Иевосфея, Саулова сына. И началось время междоусобиц. В Северном царстве Иевосфей, поставленный Авениром, в Иудее, в Южном царстве Давид. Во всех событиях подтверждалось право Давида на управление всем народом и поражение тех, кто на него покушался. Вот некоторые эпизоды. Авенир, его интрига удалась, он поставил над Израилем сына Саула Иевосфея. Он входит к наложнице покойного Саула. Это не просто овладение чужой женщиной. Она принадлежала царю. И непрекосновенно для того, кто не наследует царство. По поступке Авенира можно усмотреть покушение взять власть. Поэтому царевич Иевосфей ревниво выговаривает Авениру. А тот Авенир в раздражении говорит Иевосфею, «Разве я собачья голова? Я против Иуда оказал ныне милость дому Саула, отца Твего, то есть против Давида, против Южного царства, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины, то и то пусть сделает мне Бог, и ещё больше и сделает». Это такое обычное довольно заявление, усиленное, что на что угодно согласен и клянусь, что должно быть, по-моему. И дальше Авенир подтверждает право Давида, уже право Давида подтверждает, царствует над всем народом и готов содействовать этому, то есть предать Иевосфею. Причём содействовать этому воцарению Давида он готов, как бы следуя воле самого Бога. Авенир говорит, «Как клялся Господь Давиду, так и я сделаю ему в сей день. От нему царство от дома Саулова и поставлю престол Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Версавии. И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его». Ну, действительно, он хоть и царедворец всего лишь, но царедворец только влиятельней, что царю еще от него в некотором страхе. Итак, Авенир переходит на сторону Давида. Но, чтобы принять Авениры и его, так сказать, служение, Давид ставит ему некое условие. Условие такое. Он требует вернуть ему Мелхолу. Мелхолу – дочь Саула, который в своё время Саул выдал Давиду, причём в награду, так сказать, подтверждение того, что Давид достоин за некий подвиг Давида. А подвиг был таков. Давид принёс Саулу сто краеобрезанных, краеобрезанных филистимских. То есть он как бы насильственно принёс жертву Богу обрезов этих сто филистимов. Это было именно не просто победа над филистимами, но жертвоприношение истинному Богу, подчинение Богу язычников. И в этом событии особо вырвалось благоволение Господа к Давиду. Таким образом, возвращение Мелхолы, оно подчёркивало это достоинство Давида. И вот интересно, казалось бы, такое насыщенное как бы судьбами народа, повествование, прежним историческим событием. Тут вставляется такой эпизод, казалось бы, житейский эпизод, но он лишний раз доказывает, как библейское повествование живо, так сказать, конкретно передаёт обстоятельства. Дело в том, что Мелхола была, пока Давид бегал от Саула, а Мелхола жила в доме отца. И отец отдал её некому человеку, которому... Она стала женой, по сущности говоря. И говорится так, и когда Мелхола должна была вернуться к Давиду, пошёл с ней и муж её, и с плачем провожал её до Бухурима. Но Абенир сказал ему, ступай назад. И он возвратился. Вот эпизод, который, как и в иных, мы замечали это в текстах библейских, живой какой-то личный эпизод, подчёркивает подлинность совершающегося промысла Божия в конкретных человеческих судьбах. Итак, Давиду подчиняются оба царства, и Иуда, и Израиль. Оно не было бескровным, как мы видим. Сначала погиб Абенир, вот тот самый интриганный Абенир, который отложился от Иевасфея, потому что помощники Давида, его подчинённые, не поверили искренности Абенира и убили его. Ну, тем самым был устранён косвенный конкурент Давида. Однако Давид вовсе не выражает по этому поводу радости. Потом и Иевасфей, сын Саула, саконный, казалось бы, населенник отца, тоже был убит с своими приближёнными. И тут Давид свою реакцию уражает плачем, скорбью. Эта власть над Северным и Южным царством досталась Давиду беспрепятственно, но для него было важно показать всему народу, что на нём нет вины со содеянной убийством. Того вестника, который сообщил ему когда-то о смерти Саула и Иоаннафана, Давид велел казнить. Он также проклял убийц Абенира. А за смерть Иевасфея он также наказывает убийце царевича и говорит, «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби, если того, кто принёс мне известие, сказав, вот, умер Саул и Иоаннафан, и кто считал себя радостным вестником, я схватил его и убил Цегелаки, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека невинного в его доме, напастили его, а именно так был убит Иевасфей. Неужели я не взыщу кровью его от руки вашей и не истреблю вас с земли? И голову Иевасфея погребли во гробе Абенира в Хевроне». Все поколения Израиля пришли в Хеврон, чтобы утвердить Давида царём, то есть в Иудейскую область пришли северные жители, чтобы утвердить Давида царём. Об этом сказано так в пятой главе второй книги царства. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Завет в Хевроне перед Господом, и помазали Давида в царя над всем Израилем. Тридцать лет было Давиду, когда он высорился. Царствовал сорок лет. В Хевроне над Иудою семь лет и шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года над всем Израилем и Иудою». Воцарившись над северными и южными царствами, Давид устремился к Иерусалиму, где обитали Иевусеи, непокорённые Иисусом Навином. Это было одно из кананских плевён, весьма сильные и в обранью пору ветхосоветной истории. Столица их и город Иевус, это тот город, который иначе именуется Иерусалим. Она была взята Давидом, но коренные жители этой местности не покинули её, а расселились по ущельям. И сказано так, «И пошёл царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев. Но они говорили Давиду, «Ты не войдёшь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Но Давид взял крепость, и он – это город Давидом. И поселился Давид в крепости, и назвал её городом Давидовым, и обустроил кругом от милло и внутри». Давид преуспевал в своей столице и, как сказано, уразумел, что Господь утвердил его царём над Израилем и чтобы возвысил царство его ради народа своего Израиля. Вот что важно – ради народа своего Израиля. Всё царство университета утверждает промысел Божий о народе. И вот именно поэтому в личности Давида так сосредоточена эта сокровенная суть судьбы избранного народа. «Выведи народ мой», – говорит Бог Моисею, когда велит ему вывести народ из Египта. «Народ Божий» – поручает Господь царю. Даже если царь, как это было Саулом, помазан через пророка Самуила по воле самого народа, вопреки божественному замыслу, всё равно помазал, значит, в нём должна совершаться воля Божья над его Божьим народом. Итак, теперь таким попечителем, таким управителем народа ради Бога становится Давид. Он взял себе ещё наложниц и жён в Иерусалиме, что было демонстрацией его права как царя. Названы имена 11 сыновей Давида, родившихся в Иерусалиме. Среди них, десятым, был Соломон. В отличие от Саула, Давид не в своей силе уверен, когда подвергается опасности, но уверен в верности Бога. Так, при нашествии филистимлин, они оставались противниками серьёзными, эти филистимлинами. Он укрывается в крепости и выступает против них только после того, как вопросил Господа. Он сказал, Господь сказал Давиду, «Иди, ибо я предам филистимлин в руки твои». Ну, казалось бы, Давид мог рассчитывать на то, что он царь и должен воевать. Нет, перед каждой серьёзной своей какой-то битвой или любым поступком он вопрошает Бога. Потом в другой раз битва вдали мне Рефаим. Она стала победоносной, потому что Господь сказал ему вот такие слова, «Когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам тутовых деревьев ветра, то двийся, ибо тогда пришёл Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское». Вспомните слова Бога, обращённые к пророку Ильи. «В тихом ветре Господь». При исходе из Египта Бог сам шёл впереди народа огненным столпом ночью и дымным столпом, пыльным столпом днём. В истории Давида утверждается важнейшая истина. Верен Господь своему народу. Сущности говоря, это верность Бога самому себе, тому замыслу, который был у Бога при створении человека, если можем так говорить о замысле Бога. Сделать человека соучастником своей жизни. Почему и народ, мой народ для Бога. Избранный народ – это начаток нового человечества, церкви, которого этот народ, Бог выводит из рабства греху и смерти в конечном счёте. И всё это предваряется вот этими историческими событиями, начиная от Моисея и вот до поры, которые мы сейчас вспоминаем. От человека требуется только верность. Та верность, которую не сохранил Адам, предавший Бога. В Давиде Господь усматривает себе лучшего соработника. Он велит пророку Нафану так передать Давиду. Так говорит Господь Сауф. «Я взял от тебя от ста до овец, чтобы ты был вождём народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своим, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». Это пророчество указывает на эсхатологическую перспективу, подобно тому, как предвещали Царство Божие другие пророки в иных исторических обстоятельствах. При этом проясняется провинциальный смысл всех обстоятельств. Как бы не искажал народ своим предательством, неверностью, малодушием, тот путь, который предначитал ему Господь, Бог верен, и будет вести его, этот народ, своим путем. Через Нафана Господь напоминает Давиду о своем присутствии среди народа. И потому Господь выбирает присутствие среди народа в Скинии и не велит Давиду строить храмы себе, отказывается от сооружения ему храма при жизни Давида. А присутствие Божье в Скинии вызывает общее ликование, и особенно у Давида. Он скачет от радости перед ковчегом, который несут, чтобы утвердить его в Скинии, и через каждые шесть шагов приносят жертвы. Тут опять эпизод, казалось бы, такой частный, но который тоже подчеркивает живую подлинность события. Мелхола, глядя из окна на это шествие, на эту пляску Давида, восхищенного присутствием ковчега Божьего, укоряет его в неподобающем поведении. Она говорит так. Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись пред всеми, как какой-нибудь пустой человек? Давид отвечает ей. Перед Господом играть буду и плясать буду. Реальное присутствие Бога он чувствует всем существом и отзывается на него искреннее пылко. Мы узнаем здесь ту радость о Господе, какая выражена псалмами. И в этом случае, после пророчества Нафана, Давид обращается к Богу с такой молитвой. Это из сеймой главы книги царств. И пошел царь Давид и предстал при лицах Господа и сказал, кто я, Господи мой, Господи, кто я такой, что и думай, что ты меня возвеличил. И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи, но ты возвестил еще в доме раба Твого вдаль, это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба Твого, Господи мой, Господи, ради слова Твоего и по сердцу Твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу Твоему. Тут мы видим, что Давид видит в этом не просто поощрение народу, которое посылает через него Господь, а он видит в этом волю самого Бога. Он как бы все радуется Богу в том, что воля Божья совершается. Вот таков Давид. Сегодня закончим на этом и продолжим в следующий раз. До будущей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok